Всем привет! Добро пожаловать на первый урок из серии про анимацию NPC, игроков и других объектов типа оружия, каких-то станков и так далее. Давайте посмотрим на двух NPC и вы может быть сразу скажете чем они отличаются. Я не про форму, а у нас над одним NPC его написано имя, над другим нет. На самом деле эти два NPC анимированы с помощью одинаковых треков анимации, но просто внутри этого NPC у нас находится объект гуманоид. Вот можно сразу открыть, посмотреть, гуманоид есть. А этот NPC называется дамми. У него вместо гуманоид, гуманоид из него удален и засунута в его голову маленькая коробочка, называется анимейшн контроллер. Дело в том, что гуманоид, если внутри какого-то объекта игрового находится, этот гуманоид может выполнять те же действия, что и игрок. В принципе вы можете запрограммировать своего NPC, чтобы он ходил, ну может быть играл даже в вашу игру вместо вас. Ну я немножко утрирую. С помощью гуманоида можно двигать нашего персонажа. А если вот анимейшн контроллер, он ничего не умеет, кроме того, как шевелить руками-ногами, проигрывать те пленки с записями, ну не пленки, как бы говорить, флешки с записями движений. Гуманоид тоже это умеет, но гуманоид умеет много чего делать полезного. Но эта штука как бы тяжеловесная, она нагружает серверы. И вы обязательно, если делаете в своей игре NPC, которые стоят и торгуют, например, в магазине, делайте их тем способом, которым я сегодня вам покажу. Создаете NPC, удаляете из него гуманоида и добавляете анимейшн контроллер с помощью вот здесь плюсика. Я это все покажу. В конце урока мы сделаем двух бракованных NPC, которые не будут у нас работать. Я покажу типичные ошибки с анимацией. Почему, может быть, вы дома пытались уже сделать и у вас почему-то не заработало. Даже если вы пробовали делать по какой-то, по чьей-то инструкции. Вот посмотрим два варианта бракованных вещей. А с этими, на этих NPC мы просто все быстренько разберем. Итак, вот маленький скрипт, он весь уместился на экран, все строчки. Мы в этом скрипте сначала загружаем все движения. Движения у меня три. На самом деле, вот я четвертый тут добавил. Неважно. Кстати, давайте посмотрим, где находятся эти движения. Они находятся в папке Replicated Storage, потому что эта папка есть и в сервере, и в клиенте. Так что, если мы разместим здесь наши анимации, мы их потом в будущем сможем использовать и на NPC-шках, и на игроках. И не запутаемся, они у нас все лежат в одном месте. Это я считаю очень здорово. Ну и чтобы они не валялись в куче, потому что обычно в серьезных играх в Replicated Storage тут еще много-много-много чего лежит. Я создал в Replicated Storage плюс, добавил там фолдер, вот такую штуку, и переименовал ее в Animations. И уже анимации там добавил. Анимации добавляем тоже плюс. Animation. Вот, кстати, видите контроллер. Вот этот контроллер я добавил в NPC-шку. Но это мы еще увидим. Добавляем Animation. Но этот Animation ничего не может делать. Как же сделать, чтобы она что-то сделала? Давайте посмотрим, во-первых, свойства, какие есть в этой анимации. Кстати, вот то, что я вам сейчас показываю в редакторе, мы это все можем в коде создавать. Но тогда у нас скрипт будет длинный. А я думаю, почему бы все анимации так красиво не вынести вот в эти папки? Это и ускорит работу, и никаких не будет проблем потом. Так, анимации. Вот смотрим свойства. На самом деле менять мы можем. Ну, имя, конечно, можем менять. И вот самое главное, Animation ID. Если вы смотрели какие-нибудь туториальчики или видео-уроки. Ну, вот, например, в стандартном туториале в Roblox вам дают ссылку на анимацию. Я ее сейчас не найду. Ну, вот мы заходим, например, в каталог. В каталоге выбираем Avatar Animation и видим кучу красивых анимаций. Но беда в том, что даже если мы вот зашли сейчас в анимацию, давайте, выбираем какой-нибудь из этого пака человека. Даже видим вот эту вот ссылку, которую нам нужно. На самом деле эта ссылка не на анимацию. Это ссылка на модельку с анимацией. Поэтому, чтобы вытащить реальную цифру для таких вот движений, нужно проделать некоторые действия. Если кто-то знает и может написать это тремя предложениями в комментариях к этому видео, буду благодарен. Но иначе придется это как-нибудь в другом уроке написать. Но на самом деле все эти стандартные анимации, они никого не удивляют. Всех удивляют уникальные анимации, которые, конечно, можно импортировать из Блендера. Ну, зачем нам с Блендером возиться, если у нас есть отличный редактор анимаций внутри нашего Roblox Studio. Про этот редактор анимаций... А, ну и так, в общем, если в каталоге нашли все-таки анимацию, вы ее сюда можете вставить, число. Так, ну у меня здесь всего числа нет. Ну, давайте любое число вставляем. И вот у нас автоматически становится ссылка. Ну, конечно, это работать не будет. Потому что это ведет никуда. Про работу с каталогом я отдельно потом расскажу. Но, смотрите, если вы хотите делать свою игру, вот я вам принес список. Список с работающими, бесплатными, точно работающими на RIG-моделях R15, вот которые мы будем использовать. Вот в этих NPC-шках, в их моделях по 15 частей. Там голова, торс, руки и так далее. Вот, это стандартные анимации, которые применяются в нашем игроке, когда вы заходите в игру. Каждый игрок имеет вот по умолчанию набор таких анимаций. Их можно заменять на свои кастомные, которые вы сделаете. Про это тоже можно сделать отдельный урок. Ну, в принципе, такие уроки есть в интернете, в английском языке. Там ничего сложного нет. Ну, если попросят, то, может быть, и сделают. Итак, так как этот Place будет загружен, можно будет взять уже готовые какие-то номера и поэкспериментировать. А когда вы уже в редакторе анимации сделаете свои движения, просто замените у себя вот в этой папке в вашей какой-то анимации просто это число. Замените на другое число вашей анимации. И все будет отлично. Чтобы не тратить время, чтобы сразу экспериментировать с анимацией. Итак, дождались пока у нас Replicated при загрузке сервера. Это мы на сервере создали обычный скрипт. Вот он лежит. Server Script Storage. Server Script Service. Здесь у нас единственный скрипт пока есть. И из него я специально показываю, как управлять несколькими NPC. Вы, возможно, из Toolbox собрали какие-то NPC. У нас в NPC встроены скрипты, которые ссылаются. И что-то там делают. Ну, а я показываю сейчас, как из главного скрипта управлять несколькими NPC. Я думаю, так понятнее. Итак, в этой строчке мы ждем, когда у нас подгрузится папка Replicated Storage. Ссылку берем Animes. Это где у нас анимации лежат. Вот на эту папку. Из нее берем 3 анимации. Point показать пальцем. Dance танцевать. Scratch Head. Я его недавно сделал. Сегодня же сделал. Корябать свой... Ну, в смысле, почесать затылок. А теперь мы здесь и здесь получаем переменные ссылки на наших NPC-шек. На первого и на второго. Вот первый у нас NPC без имени, который... Он дамми. Просто болванчик. Итак, получаем ссылку на него, NPC. И получаем ссылку на ту коробочку, которую мы заменили в голове гуманоида. Помните, Animation Controller умеет только двигать руками, ногами и все. Ничем больше. Заниматься он не может. Получаем ссылку на этот Animation Controller. Все. Понимаете, наша ссылка уже на NPC нам не нужна. Потому что мы команды будем отправлять напрямую в эту коробочку в его голове. Так. И эта коробочка уже будет отдавать команду его рукам, ногам, шевелиться. А во втором NPC уже все очень похоже на то, как у нас будет анимация игрока происходить. Про игрока я все-таки отдельный урок напишу. Он будет короче, чем этот. Но там есть отличия небольшие. Так. Здесь у меня переменная NPC-хум. Это означает, что NPC с гуманоидом. Вот этот NPC-гуманоид. Я у него беру ссылку не на Animation Controller, а на NPC-гуманоид. Ну, я просто так назвал. Хотя там и нет Animation Controller, но он как бы встроен в гуманоида. Вот такая длинная ссылка. Надеюсь, вы это все понимаете. Так. Но дело в том, что надо еще эти записи с движениями как-то загрузить в наш Animation Controller. Вот у нас есть Animation Controller. Это первый NPC. Есть Animation Controller второго NPC, в котором гуманоид. Видите, я в конце везде хум-хум написал. Гуманоид-гуманоид. Так. И что же мы видим? Создаются еще новые. Я вызываю функцию загрузить анимации. Эта же функция есть и в Animation Controller, и в гуманоиде. Хорошо, что они одинаково называются, и хорошо, что у них одинаковые параметры. Нам легче писать, легче запоминать. Я загружаю в первый... Кстати, я не помню, запускал я вам или нет. Да, по-моему, запускал. Вот. Два наших NPC-шки показывают пальцем куда-то там циклю. Так. Я запускаю анимацию Point, показываю пальцем. И во второй контроллер запускаю показывать пальцем. И вроде бы, если бы игра была простая, зачем мы куда-то еще сохраняем? Вот смотрите, мы загрузили уже анимацию. Мы ее, правда, не запустили, она просто загружена и лежит в нашей коробочке. И ждет, пока мы ее запустим. А оказывается, для каждой анимации, в каждую коробку, ну, в каждый Animation Controller, и в каждого гуманоида можно загрузить несколько анимаций. Ну, например, 10. И они ждут своего часа. Но они уже подгружены, и можно их очень быстро запустить. Итак, для запуска указания пальцем мы загрузили в коробку в Animation Controller и получили в переменной результат. Результат – это такой объект, через который мы будем включать и останавливать указывание пальцем. То же самое для гуманоидного типа NPC. И вот теперь у нас есть ссылка уже не просто на Animation Controller, а именно на загруженную анимацию показывания пальцем. Возможно, мне нужно было назвать вот так. Animation Track, ну, Track – это запись. И здесь Point написать. Тогда было Point. А давайте я так и сделаю. Вот. А эту, ладно, оставлю так. Тоже Point. Итак, смотрим. Все, наверное, понятно, кто по-английски снова слово знает Play. Наверняка вы все знаете. Это начать проигрывать. Запись указывания пальцем начнет играть. Как наш Роблокс поймет, кто будет пальцем показывать? Первый NPC или второй? А все очень просто. Мы же обращаемся к переменной, результат в которую пришел из Animation Controller. А кому Animation Controller принадлежит? Нашему даме NPC. Первому NPCшнику. Вот он и будет показывать по этой команде пальцем. Сразу шлем следующую команду. Точно такая же команда, но мы ее шлем уже другому NPC. Как Роблокс у нас поймет, кто будет показывать пальцем? Все очень просто. В эту переменную нам пришла... Кстати, ребята, обязательно переменные должны быть разными. Разные названия. А то получается, если вы занесли как бы здесь объект управления для первого NPC, если вы это же имя самое присвоили и от второго контроллера или от гуманоида, то все первое потеряется и будет работать только второй NPC. Так что следите за названиями. Желательно название переменным давайте всегда со смыслом. Так. Ну понятно. Вот для гуманоида. Мы тоже запустили, чтобы он показывал пальцем. Ждем 5 секунд для примера. И просим остановить показывание пальцем кого? Ну, Roblox, когда я два раза щелкаю на какую-нибудь переменную, она подсвечивается везде в коде. И мне легко понять, кто остановится. Давайте здесь щелкнем. Так. Перестань показывать наш гуманоидный второй. Окей. Потом 5 секунд проходит и мы говорим остановиться уже и первому. Так. Ну вот основная часть урока уже подходит к концу. Сейчас маленькую фичу расскажу. и мы с вами сделаем новых NPC-шек и попробуем заставить их делать то же самое. Так. Вроде все должно быть ясно. Но я заметил у себя вот такую вещь. Смотрите. Дело в том, что если вы в редакторе, а, ну, или вы, наверное, и так знаете, некоторые анимации, они зацикленные. Что они по кругу. Вот он, видели, у нас начинает показывать пальцем, потом встает опять в стойку, а потом опять пальцем показывает. И так все бесконечно. А есть анимации, которые одноразовые. Давайте, например, я подгружу анимацию. Давайте point. Давайте, показывание пальцем я заменю у левого на Scratch Head. Пусть он не пальцем показывает, если голову почешет. Давайте посмотрим. Все почешет голову. Вот он почесал и больше не чешет. Это называется незацикленная одноразовая анимация. У нее признак looped, это значит зациклен, он стоит, ну, как бы выключен. В нем false. Можно теперь, ну, вы видели, что он всего-навсего один раз рукой своей почесал. Как же сделать так, чтобы не в редакторе не создавать новую анимацию и не ставить там галочку, про это вы узнаете в следующем уроке про аниматор. Как же сделать так, чтобы одноразовая анимация выполнялась много раз. После того, как мы ее загрузили в наш animation controller и получили переменную, которую мы потом можем пускать и останавливать, мы можем вот так сделать хитро. Мы можем свойства этой переменной, не переменной, объект, свойства looped, занести в него другое значение. Сейчас в нем значение уже такое и стоит, false. Это значит не зацикленная, это значит показать, ой, ну, почесать голову, извините, один раз. А давайте скажем, чтобы было зациклено. True. Запускаем. Так, ну вот, зациклилась, он начал выполнять эти движения бесконечно. Ну, точнее, пока мы там стоп. Видели, как он резко руку убрал вниз? Как сделать... Ну, давайте еще, еще другую вещь сначала расскажу. Давайте посмотрим, чтобы один NPC у нас сразу выполнял два, два каких-то, две анимации. Мы еще раз в Animation Controller нашего первого NPC мы загрузим еще одну анимацию сразу. Видите, мы еще не запустили анимации, мы подгружаем в нее анимацию Dance. Dance, вот она у нас, танец. Еще раз напоминаю, что в этих объектов, в Explorer, проводники, в них у нас хранится ссылка на движение из каталога Roblox. Когда вы создаете в редакторе, в следующем раке расскажу, когда вы создаете в редакторе свою анимацию, то вы получаете свой уникальный номер. И, кстати, этим номером может поделиться с друзьями. Можете заливать все в каталог и кто-то тоже сможет найти. Но если вы будете плохо называть, ну как, непонятно свои движения, вы и сами забудете, для кого эти движения предназначены. и так, вспомнил, что еще вам показать. Так, провершись. Так, итак, загружаем танец. Танец загружаем первым NPC, и нужно его, наверное, запустить. Так, вот это опускаем его с помощью Play. функция Play этого объекта. Давайте посмотрим. Так, он чешет голову и танцует. Но тут я почему-то вижу, что он только танцует. Никакого чесания головы я не вижу. Давайте попробуем параметры изменим. Вот Play и Stop они имеют параметр называется Fade, Fading. Это затухание или как бы плавное включение и плавное выключение. Давайте посмотрим. Ну, тут не очень очевидно, но возможно. Итак, включи танцы с фейдом 6 секунд. И смотрите, что мы видим. Что у нас игрок как бы пытался чесать голову. Он и сейчас возможно чешет ее. Но танец, как бы сказать, два трека, которые двигают вашими руками и ногами, они это делают одновременно. Там еще есть, конечно, такие штуки, как приоритет, но это в следующих уроках я расскажу. В любом случае давайте еще раз запустим и посмотрим. Сначала нормальные движения идут и потом включается движение танца с фейдом. Видите, он уже начинает пританцовывать, но он не до конца ногами и руками и вот теперь уже по максимуму пошло. Потом в скрипте я останавливаю чесание головы. Головы, а кстати, давайте мы теперь остановим танец через 5 секунд и посмотрим. через 10 секунд и мы давайте танец тоже остановим не сразу. Стоп. И мы этому стопу дадим на остановку давайте 5 секунд. Пусть он 5 секунд будет потихоньку в норму приходить. Смотрим. Можете танцевать пока. Чуть-чуть. Так, ну давай успокаивайся. О, все нормально. Таблетка подействовала. Окей. Ну и конечно после этого можно опять запускать. У нас в переменных же хранится скрипт умный. Наверняка ваши скрипты не будут содержать такой текст. Наверняка у вас там какой-нибудь цикл или функция или по событию будут включаться наборы. каких-то там действий. Но для тестирования ну вот чтобы закрепить этот урок или там сделать что-то у себя вполне можно сделать вот как в этом скрипте. Так. Про фейдинг рассказал. Давайте теперь посмотрим про то как создать. Создадим с нуля сейчас один NPC. Я хотел двух создать. Давайте одного создадим и на нем все ошибки проверим. Чтобы создать NPC-шку спасибо комментаторам кстати. за подсказки потому что я много чем пользуюсь по старинке. Так. Сейчас в наш Роблокс встроено много плагинов. Вот единственное у вас этого плагина нет скорее всего. А все остальные плагины идут уже сразу же. Вот здесь мы будем заниматься анимацией. Будем анимировать создавать движения для наших персонажей. но сейчас мы обратите внимание на RigBuilder. Нажали RigBuilder выбрали тип тела. Давайте выберем тип тела. Мы же хотим ошибки повторить. Устаревший. Здесь есть женщина мужчина мех какой-то и блок это обычный кирпичный. Давайте меха сделаем. Мех тоже кирпичный но он видите с ручками и с ножками такими круглыми а закругленными так назовем мы его давайте назовем его Tommy Tommy скорее всего живым у нас не будет будут у него проблемы так я дублирую скрипт чтобы там ничего не менять я же этот place запишу чтобы вы могли посмотреть так скрипт второй так скрипт второй и так я сейчас хочу я повторил первый скрипт и хочу чтобы вот этот NPC так это мы закомментируем пока второго у нас нет NPC так он у нас называется не даме а томми томми и он пусть танцует или пусть делает то же самое что должен был делать вот этот NPC я его изменил имя в скрипте и он по идее должен сработать так я не туда нажал извините запускаем томми не работает почему томми не работает давайте разберем томми ты где так я код для томми использовал от первого NPC а мы смотрим у нас внутри есть гуманоид но нет анимейшн анимейшн контроллера не было для того чтобы он мог шевелиться как статичный NPC статичный это тот кто никуда не ходит кто на одном месте окей вроде бы исправил добавил анимейшн контроллер но теперь должен шевелиться томми давай томми не шевелится окей давайте у томми удалим гуманоида запустим томми не шевелится так давайте заново пересоздадим томми томми но чуть более правильно рикбилдер выбираем уже не устаревшие тела а новые а так ну выбираем например давайте женщина рик кей ренейн то не очень женское имя но не важно так давайте мы теперь ее запустим и я вам сразу говорю анимация R5 смотрите R15 и R6 не совместимы если кто-то записал или вы анимацию и вы использовали модельку R6 сейчас я вам обвожу R15 здесь все 3 R15 а до этого вот томми которого я удалил он был R6 из 6 частей состоял так вот они несовместимы вы можете случайно загрузить из каталога какую-нибудь анимацию которая не подходит к вашему NPCшнику или игроку что делать конечно создавайте сами никаких не будет проблем если будете делать анимацию сами или делиться с друзьями уже проверенными анимациями и так сейчас я создал нашего томми R15 значит из 15 частей состоит наш и по идее должно все работать так ну ладно вот в нем еще гуманоид давайте запустим и посмотрим стоит ничего не делает так сейчас удаляем гуманоида а давайте пока гуманоида не удаляем добавляем анимейшн анимейшн контроллер добавили запускаем смотрите гуманоид он перехватывает управление частями тела у анимейшн контроллера поэтому если хотите анимировать NPC вот например как вот этого то вы должны уже управлять не через анимейшн контроллер а через гуманоида ну ладно мы в любом случае этот NPC мы делали по подобию вот этого как я его делал так удаляем гуманоид вот и все теперь он должен работать не работает давайте включим output да 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 и у меня тут аааа ребят так ну конечно же я еще ссылку на второго же здесь сделал гуманоида который хум пока давайте ее я закомментирую и посмотрим ну отлично счастье в этот дом пришло так ну в принципе что еще у меня здесь написано я здесь бумажечку написал чтобы вам не забыть сказать ага вот еще одна ошибка хорошо что я посмотрел что может произойти смотрите вы выставляете NPC выставляете выставляете и посмотрите на ноги ноги приклеиваются к Base Plate ступни окей запускаем нашу анимацию и смотрим что же будет со ступнями особенно когда танцы начнутся ну вот мы видим что ножки оторвались ну я надеюсь что вы вы с такими ошибками сталкивались и знаете что делать итак на этом урок заканчиваем еще раз напоминаю что список годных анимаций бесплатных за которые вашу игру не заблокируют которые работают где угодно которые сделаны роблсом для игроков они вот здесь в папочке которая называется удалите эту папку можете использовать следующий урок будет про использование редактора для создания своих анимаций подписываемся ставим колокольчик лайки в комментариях спрашиваем что непонятно может быть что-то можно сделать более просто чем я вам рассказал поправляем мои ошибки даем какие-нибудь советы идеи для следующих уроков на этом все 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 д